Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и сегодня я предлагаю вам необычное путешествие, путешествие в прошлое Каким образом? Дело в том, что я родился в 54 году и в ходню начала штурма космоса я уже был в сознании и как все мальчишки того времени я очень мечтал быть космонавтом Ну, чтобы как-то поближе быть к этому, я начал заниматься интересным делом Мне казалось, собирать марки, все тогда собирали марки Ну, и я в том числе И собирал я про космос Так было много у меня всяких марок про космос Тогда было ребенку Молодому человеку трудно доставать Не то, что сейчас И приходилось идти на всякие хитрости, отменивать что-то Где-то на завтраках экономить, купить очередную марку Когда удавалось что-то достать Хотел, хвастался Как и все мы Ну и, короче, прелюдию давайте заканчивать Дело в том, что Естественно, как и у многих Альбомы эти куда-то делись И недавно я об этом вспомнил И что-то мне стало грустно Что, так сказать Ушла эпоха эта Что-то в моей жизни ушло Без возврата Казалось, нет Но потом я подумал, почему без возврата Надо посмотреть Возможно Эти марки можно еще как-то добыть И оказалось, да Запросто Такие магазины, как eBay В России это Мешок Или же Amazon Они до сих пор радуют собирателей Своими коллекциями Продаваемыми, естественно Ну и, короче говоря Я начал Также увлеченно Рыться по этим Сокровищам И Находить С моим большим удовольствием Марки из Времени СССР Жена надо мной смеется Говорит Что ты в детство впал А я не впал У меня просто ностальгия такая И вот Я за короткий период Сейчас я вам покажу Я приобрел себе Лук Пинцет И начал эти поиски В итоге Прошло немного времени И у меня появились Марки С космонавтами С давними мотивами С луноходами С ракетами Силковский Основатель Абсолютно Совместные полеты Я это все помню И так как Память у меня Довольно-таки Фотографическая То я начал Эти марки Собирать И это стало моей страстью Я задался целью вот такой, хотя бы один альбомчик собрать. Особенно мне оказались дорогие вот такие незрачные марки. Это не то, это румынская. Тогда у меня румынских, конечно, не было. У меня были только советские марки. Таких красивых, конечно, у меня было чрезвычайно мало. В основном я довольствовался тем, что продавали в киосках союзской чати. И вот сейчас я узнаю, насколько богатым был, оказывается, этот ассортимент. Не удивляйтесь, что у меня марки некоторых лежат в беспорядке. Я сейчас объясню, почему. Сейчас в моей коллекции тут уже и болгарские, и сирийские, и каких-то со всего мира получилось так. Но больше всего я люблю марки, конечно же, советские. Вот, допустим. Кошеная марка, почта СССР. Вот такие в моей памяти были основные марки. Вот такие у меня были в моей коллекции. Я набрал уже довольно-таки много. Вот видите, 4 копейки. Марочка, по-моему, с титулом. Сейчас я вам сейчас гляну. Летчик-космонавт Попович. Корабль «Спутник Восток-4». Такие вот в моей коллекции были в основном. Чтобы добыть какую-то там, такую иностранную марку, это была большая-большая редкость. Можно было потом ходить и хвастаться полмесяца. Особенно добыть такой блок. Какое-то что-то вообще немыслимое. И, знаете, я еще о чем подумал. О том, что, ну, хорошо. Сейчас ты соберешь этот блок. Вернее, этот альбом. И будут они у тебя в этом помещенную среди страниц лежать. Мне бы хотелось, в общем-то, Вы знаете, я, несмотря на то, что здесь пыль садится, да, мне приходится с этим бороться. Но я стараюсь все свои изделия, все свои картины оставлять на виду. Всегда можно было взять в руки, полюбоваться, вспомнить моху-цикатуху, ворона, которого я очень любил. Птицы эти разные, последние свои картины, которые я делал. Вот. И это все у меня на виду, то есть, просыпаюсь, я могу на них любоваться. И вот последняя моя коллекция, Вы ее знаете, это коллекция уличных крейсеров американских машин, вот американские автомобили 50-х годов, 60-х, мне мало, но в основном 50-х, тогда был расцвет этого всего. Вот видите, как я это дело все пооформил, у меня тут и картины, и полки, и книги, даже статуя, я ее из Америки привез, есть «Свобода». То есть, того же самого мне захотелось сделать со своими марками, чтобы они у меня были перед глазами. И посему мне пришла в голову такая идея тоже каким-то образом оформить свои добытые теперь уже марки о космосе так, чтобы я их видел. Ну и поэтому пришла в голову такая идея, сначала идея пришла, потом я посмотрел, оказалось, не одна у меня такая идея пришла. И я решил это все дело оформить в виде картин. То есть, я планирую четыре картины, сейчас, секунду, покажу. То есть, я купил пока две рамы таких, планирую еще докупить. Нашел одноформатные марки. Хочу их как-то вот так распределить. В ряд. Ну и вниз тоже четыре штуки помещается. Вот, так заполнить, вот так красиво, распределить все. и купил также фон. Вот здесь я наклею что-то такое космическое. И на фоне этого уже буду клеить марки. Паспарту останется белая. поэтому я хочу, чтобы мои марки были всегда у меня перед глазами. То есть, вот такая предыстория, вот такие планы. Если вы хотите, можете посмотреть, как воочию это будет выглядеть. Если кого-то не интересует, ну что ж, ребята, то в следующий раз мы с вами встретимся, вот может быть, затем, чтобы продолжать нашу картину. Дальше тут я подготовил воздушный шар, и потом, когда мне захочется, я продолжу. А сегодня вот это. Так, начнем. это где-то у меня 30 на 40. пора сам начинать это освободить картонку от тазовы. ет А разом буду делать. Ух ты, как всё сделано-то, оказывается. Так. Отлично. Саджи вносим. Вот. Ну и здесь мы должны будем положить это самое. Сейчас я подумал, как его легко фомать. А сколько оно у нас сантиметров, интересно знать. У меня две таких картинки, поэтому... 49, 24 и 5. Получается 24 и 5. Вот так разрезать. И потом буду приклеивать. Ну вот, а теперь нам нужно найти такие подходящие друг к другу марки. Нам тоже нужно тянуть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...